...позитива просто, да, то есть политическая фирма, то есть чем занимаешься, а потом уже как будто... ...и сразу, да, не будешь... Зачем ты обознаешь, что сразу в связи с этими событиями, которые вот произошли? Да, так обозначено. Да. Среда. Так, а как называется-то еще раз фирма? Пять континентов. Две иеры. Пять континентов, две иеры. Все просто. Вечер добрый, друзья, это культура потребления, среда, давайте поприветствуем, здравствуйте! Вы знаете, на самом деле, да, мы привыкли к тому, что наша программа всегда начинается вот с какого-то яркого позитива, вкрапления, но то, что произошло в России, на самом деле, вот таким большим откликом осталось в наших сердцах, и поэтому вот тема нашего первого эфира, она была немножко не запланирована в нашем анонсе, но она прозвучит. Упал самолет, и у нас в гостях представители туристической фирмы, мы поговорим сегодня об этом. Сергей, представь, пожалуйста, гостей. У нас сегодня в гостях представители фирмы «Туристический Пятый океан», две очаровательных иеры, и вот с ними мы сегодня и обсудим тему туристических полетов, туристических туров, в общем-то, вот об этом говорим. Да, весь интернет гудит о том, что… И не только интернет, да. Не только интернет. Все СМИ. Все СМИ. И люди сдают билеты, реально не хотят лететь куда-то отдыхать. Так ли это на самом деле? Конечно, это все так же, на самом деле, очень грустно и печально, но как бы не было, это уже произошло. И думаю, делать из этого и как бы зацикливаться, наверное, нет смысла. Как бы то ни было, снова же опять повторюсь, печально. Жизнь продолжается, такое случается, и уже не один раз было, и в разных городах. Ну, жалко, жалко, что сказать. Но я думаю, там, естественно, все разберутся, как бы. Уже, надеюсь, в ближайшее время и в дальнейшее время такого не повторится. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Прежде чем будет задан следующий вопрос, я напомню вам, друзья, что мы вещаем в прямом эфире. Нас можно видеть в любой точке земного шара. И прямо сейчас посредством портала samaracityonline.ru вы можете задавать свои вопросы в чате по поводу сложившейся ситуации, по поводу туристического бизнеса. Вот, друзья, для вас, все для вас. У меня следующий вопрос, Ирина, к вам. Вот смотрите, в связи с тем, то, что произошло, с этим, то, что происходит. И на самом деле трагедия. Вот, может быть, в туристической фирме будет какой-то этап развития, там, будет какой-то психолог, который будет, ну, туристов предупреждать, либо как-то вот, либо это, ну, просто фантазии какие-то. Как вы считаете, необходимо это вот на будущее? Ну, я думаю, что, в принципе, психолог как таковой не нужен. Просто я думаю, что в сфере туризма будут более тщательно отбираться те авиакомпании, которые будут совершать полеты. И самое главное при выборе авиакомпании все-таки подходить более четко к тому, с какой авиакомпанией вы совершаете свой полет. То есть нужно смотреть, чтобы парк самолетов был достаточно велик, чтобы это были не единичные самолеты в компании, чтобы компания, которая имеет борта, имела, ну, хотя бы минимум 8 бортов. Но как это сможет отследить обыватель, обычный человек? Обыватель – это такой человек, который, если он пользуется всем самостоятельно, довольно сложно отследить, поэтому нужно прибегать к услугам профессионалов, которые четко понимают, в какой компании есть какое количество самолетов и насколько эта компания зарекомендовала себя, ну, по жизни. Ну, ни для кого не секрет, что туристическим компаниям, особенно мелким, им в первую очередь нужно продать как можно больше туров. В этом, в принципе, есть, по-моему, бизнес, да, туристический? И я не думаю, что все компании уж прям такие все правдивые скажут, вот у этой компании там один самолет, а у этой 800 самолетов. Как вот с этой ситуацией? Опять же, со стороны обычного обывателя. Со стороны обычного обывателя я… Который вот первый раз, допустим, решил полететь в Египет. Как, кстати, множество людей, которые летели вот этим вот злополучным рейсом. Они же впервые летели. Ну, здесь, опять же, понимаете, мы все живем в социуме. То есть человек не бывает так, что он вот утром проснулся и решил, что я завтра лечу в Египет. У Димы было. Хорошо. Но Дима, прежде чем куда-то полететь, наверняка спросил вас или еще кого-то из своих друзей, кто куда летал, с какой компанией. То есть он все равно навел какие-то справки. И я думаю, что в любом бизнесе, то есть есть сарафанное радио, которое рассказывает, что вот я летал с той компанией, у меня было все прекрасно, все было замечательно. И эту компанию он рекомендует. То есть вот мое личное мнение, что самая хорошая рекламная компания – это все-таки наше сарафанное радио. Послушайте, мы все говорим об этом с научной точки зрения, с точки зрения обывателя. Но вот есть такое понятие у нашего русского человека – мистика. Но вот как так? А вдруг именно случайно произойдет, именно тот самолет развалится? Вот это некий элемент фатальности, случайности. Когда он обращается, а вот как предвести речь себя? Как обезопасить? На что в первую очередь надо обратить внимание, чтобы такие моменты не случались? Я поэтому и спрашивал про психолога, может быть, человек может предвосхитить эту ситуацию. Как вы считаете? Потому что в том же самом интернете говорили о том, что кто-то приснился сон, вещи не пошел на этот самолет, кому-то показалось, что надо увольняться. Такая мистическая сторона, обратная сторона этой медали. Ну, с моей точки зрения, я думаю, что кому сгореть, тот не утонет. Это первое. Второе, что с самолета, это, конечно, все шикарно, но, к сожалению, вот знаете, мы все ездим на машинах, мы все ездим на поездах. Я считаю, что самолет это один из самых таких благополучных видов транспорта. Все-таки по статистике самолет разбирается гораздо меньше. Да, конечно, если уже случилось выжить, практически нереально. Но, с другой стороны, куда деваться? Мы живем в таком мире, который, в общем-то, здесь... В общем, если есть судьба... Играй в рулетку. Да, то есть, судьба, значит, вот так. Не судьба, то есть, вот как бы... Фатальность. Фатальность некая. Вот, друзья, может быть, созрели вопросы. Мы послушаем сейчас их... Да, есть вопросы зала, да. Мне бы хотелось узнать, как это коснулось российского туристического бизнеса в России. Как эта трагедия коснулась российского туристического бизнеса, так? Да, именно того, именно то, что предоставляет именно Россия. К примеру, сейчас у нас Крым, насколько я знаю, мы прислали сейчас в территорию России. И вот сложилось ли это как-то, что люди так посидели и подумали, да, ну, я надеюсь, мы будем туда-то летать, вот, в Египет, мы лучше в Крыму. Есть ли как-то спрос? А не намекаешь ли ты, что это было сделано специально, чтобы привлечь внимание к Крыму этим вопросом? Нет, ни в коем случае. Боишься. Ну, ладно. Итак? Я думаю, конечно, это же все повлияло, но не только эта ситуация, но и ситуация, которая была на рынке значительно раньше. Это то, что начал расти доллар, то есть курс. Потом это то, что начали повышаться цены, ужесточение визовых формальностей. И всего прочего. Поэтому в любом случае, да, все уже так думают. Уже где-то с начала, с середины больше даже сезона туристы начали больше предпочитать, как бы, наши российские курорты. Страдает за границей. Ну, а вы-то хорошая компания. Вы-то кто вообще? Мы пять континентов. Мы уже работаем более 14 лет на рынке, поэтому у нас очень хорошая и, самое главное, наша реклама – это именно с рафаной радио. То есть нигде. То есть не вкладывают в рекламу. Нет, мы стали вкладывать в рекламу где-то 8 лет назад, когда просто провели такую тенденцию, отследили туристов и новых, и старых, и вывели, что как бы по знакомству людей идет гораздо больше, нежели от рекламы. Я хочу напомнить о том, что можно задавать вопросы не только посредством чата в сети интернета на samarsityonline.ru, но и также все, кто присутствует здесь в студии, тоже не стесняйтесь. У нас самая новость, что у нас самара сети онлайн подверглась хакерской атаке. Самара сети онлайн. Хакер, скажи так. В жизни такой стал значимый сайт, что его хакнули просто. Именно сегодня. Что делать? Популярность. Да, именно сегодня его хакнули. Ну, ничего страшного. Все установили? Мы показываем себя на YouTube и ВКонтакте. То есть, как же можете смотреть на канале КультПод? Я сейчас думал, скажет культура. А вообще, какое на сегодняшний день... Вопрос из зала. ...YouTube. На сегодняшний день есть что-то самое употребляемое в России, допустим, то ли это горнолыжный спорт, либо это море, либо еще что-то, либо... Как ты изменил? Самое популярное направление. Да, как ты... Самое популярное направление, да. Именно в России? Не просто вид, ну, как сказать, туристического, туристического... А именно территориальное нахождение К сожалению, самый доступный отдых был, есть и останется, наверное, это все-таки Египет. Вот. И наши люди как бы не очень готовы так, чтобы уж очень сильно вкладывать в свой отдых. Конечно, люди разные, у всех потребности разные, но самый доступный и простой отдых это все равно остается Египет. Понял? Кстати, он так и не был в Египте, да? А ты? Ладно, друзья, у нас есть еще... Есть вопросы у нас? Да, есть еще один. Да, давайте. Всего один. Да, сейчас последний, с той стороны. Вот случилась трагедия первого ментиля, да, все в пульсе, помню, скорбим, но мне интересно, присутствовали ли в тот момент в этом самолете, неважно, туда или обратно, наши самарские граждане, как это вы узнаете? Новостей по телевизору, по-моему, я слышал, что не было. Нет, самарских туристов там, в этом самолете не было. Нам, если честно, очень сильно повезло, потому что это именно тот самолет, который вылетел из Самары 30-го числа в Шарм-эль-Шейх, он благополучно дотуда долетел, привез наших туристов именно на отдых курорта Шарм-эль-Шейха, но, к сожалению, уже не вывез до Петербурга людей, которые уже отдохнули. Кстати, какие у вас самые популярные направления в какие страны, ну, помимо Египта? Ну, самые популярные страны это были, есть и всегда остаются Египет, Турция в летние сезоны, потом у нас идет Кипр, ну, и в зимние, как бы, месяцы, осенние-весенние, это всегда Азия. У нас летают там прямые самолеты, то есть это чартеры. Некоторые путают, что там летают в Доминикану либо куда-то на Кубу прямыми рейсами. Да, да, вот я именно вопрос и спрашиваю, именно из Самары? Именно из Самары, то есть это сел в Самаре, приземлился уже конкретно в той стране, куда ты планировал. Это Вьетнам, Инди-Гуа, очень популярные три страны, радуют своими ценами в этом сезоне. Бывает, это тоже стала страна. Индия. Отделилась. Агурат, Шеннер, это Эмираты, или что, забыла? Ну, да. Скажите мне, Ирина, английским языком владеете ли вы? Владею, но каждый раз совершенствуюсь. А почему ты спросила тогда на русском? Да я спеки English сразу? Да. Ну что ж, давайте резюмировать, да, то есть подытожим. Вот если да, вот... А давай еще зададим вопрос по поводу того, как найти вашу фирму в сети интернет, либо телефон, и как у вас обратиться, проконсультироваться, может, кто хочет, куда слетать лучше. Если какие-то горящие туры, вот это самое интересное, потому что... Помимо Египта. Помимо Египта, да, то есть люди говорят о горящих путевках и всегда говорят, вот успел там, не успел. Вот как можно успеть, на самом деле, там урвать там за десяточку, чтобы там рвануть и... Чтобы вышло на полтосик. Чтобы вышло на полтосик. Вот как это отследить? Какой момент? Какие числа? И когда реально это происходит? Происходит Египет. Произойдет в ближайшее время? Ну, я думаю, что такие горящие туры, они могут быть только исключительно невизовые страны, потому что если у вас нету визы, либо у вас должна быть виза, которую вы оформляете заранее, она должна быть у вас уже в паспорте, потому что горящие туры, это туры, которые буквально вот сегодня ты узнал, завтра ты уже в стране отдыха. Вот. Культура употребления готова это сделать, и прямо сейчас, друзья, друзья, на ваших глазах сенсация, наконец-то пришли те люди, которые дарят настоящий подарок нашей программе, путевку Доминикаду, и прямо завтра мы уже будем передавать вам, поаплодируйте, культура употребления, музыку прибавьте, и завтра мы уже будем лечать в прямом эфире оттуда. Спасибо. В Египте. В Египте. Две Ирины, две Ирины, все просто. Две Ирины, все просто. Прощаемся и говорим до свидания, но ненадолго. Ну да, мы не прощаемся, я, кстати, хочу отметить, что до эфира и во время эфира нам дарит музыку диджей Воджа, на следующей неделе также с ним увидимся с диджей-сетом перед эфиром уже с полноценным, с нормальным, с адекватным, да, Стас? А мы ненадолго уходим из эфира, минуты на две-три, и следующий гость уже появится здесь, в студии Бара Борзов, в программе культура употребления. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok